В подведении итогов года на традиционном ученом совете началось награждение студентов, преподавателей и сотрудников за достижения и вклад в работу университета за весь год. Особенно была отмечена деятельность Института социально-гуманитарных наук. Студенты кафедры русского языка и лидературы факультета журналистики получили из рук ректора диплом за первые и вторые места на международной неделе русского языка в Сочи. Среди них и сотрудник телерадиокомпании Юргу-ТВ Матвей Шолохов. Мы принимали участие от кафедры русского языка и лидературы в международной неделе русского языка при Сочинском государственном университете. Все, кто участвовали от нашей делегации, все получили первые и вторые места. Я получил первое место за конкурс «Азарский марафон», второе место за конкурс «Лучший дипломатор» и самая большая гордость – это первое место в научной конференции «Русская речь и мысльная культура. Проблема эффективной коммуникации». Исследование моё было посвящено интернет-мемом, их лингвистическому аспекту. Это очень круто, когда такие исследования признают на международном уровне, и это, мне кажется, добавляет почета нашей кафедре, нашему университету. Также была отмечена значимость деятельности телерадиокомпании Юргу-ТВ. Директор Сергей Иванович Гордиенко получил почетную грамоту за неоценимый вклад в работу университета. Он отметил, что труд телекомпании отмечен также в книге «Золотые страницы Юргу». Я хочу вам продемонстрировать вот эту замечательную книгу «Золотые страницы Юргу». И там одной из золотых страниц, для меня очень важных, является книга, является страница, которая посвящена телерадиокомпании. Так что все, что говорилось на заседании ученого совета телекомпании и все заслуги, которые там были перечислены, это заслуги коллектива телерадиокомпании. На ученом совете были подведены итоги новых перспективных направлений развития университета, элитного образования и проектного обучения. В этом году началась реализация 31 проекта в различных направлениях, а в программе элитного образования принимает участие более 500 студентов. Об остальных достижениях университета и планах на будущее рассказал ректор Александр Шестаков. Год был напряженный. Университет активно работал и в научном плане, и в образовательном плане, и в расширении международного сотрудничества по всем направлениям. У нас есть серьезные успехи и с точки зрения публикационной активности мы больше напечатали статей в серьезных журналах первого и второго квартеля. У нас расширились международные связи, и то, что к нам приехало такое большое количество иностранных делегаций на юбилей университета, это подтверждает. Мы запустили, у нас достаточно активно и правильно, я считаю, идет процесс внедрения проектного обучения в университете. Поэтому год закончился, мы сделали шаг вперед в развитии университета, но и после отдыха, и после празднования года нам нужно подумать о том, хотя мы уже подумали о том, что нужно сделать для того, чтобы в следующем году сделать следующий шаг вперед в развитии нашего университета. Телерадиокомпания присоединяется к поздравлениям университета с Новым годом и желает достижения новых высот, открытий и движения только вперед.